Друзья, наступила весна, близится лето, и я уверена, что многие из вас, так же как и я, задумались о том, чтобы немножко обновить свой гардероб и начинаете искать подходящие для этого ткани. В этом видео я покажу свою подборку комфортных, красивых, натуральных тканей, из которых в ближайшее время я хочу сшить новую одежду. Я люблю, чтобы в одежде тело дышало, поэтому выбираю преимущественно ткани с натуральным составом и также стараюсь убирать те, которые не сильно сминаются, потому что у натуральных тканей есть такое не очень приятное свойство, повышенная с ним сминаемость. Так вот, в этом видео вы увидите несколько материалов, которые сминаются, но очень красиво, благородно, либо вообще не сминаются. В общем, очень практичные, комфортные, гигроскопичные, приятные к телу ткани и при этом, конечно же, красивые. На самом деле, сегодня я покажу свой заказ из интернет-магазина, а вернее, телеграм-магазина ткани на скидках. Примерно год назад я делала распаковку, обзор своего заказа из этого магазина. Многим из вас понравились эти материалы, и я уверена, что и эта распаковка вам тоже понравится. Расскажу, чем мне нравится этот магазин. В нем собрано огромное количество преимущественно итальянских тканей с хорошим составом и по очень низким ценам. Именно поэтому магазин называется «Ткани на скидках». Можно даже встретить брендовые стоковые ткани, то есть те самые материалы, из которых шили люксовые бренды одежды для показов. Итак, начнем с первого отреза. Я буду располагать материалы прямо на манекене, для того, чтобы вы могли рассмотреть его свойства, как ткань драпируется, как она лежит. Первое полотно – это лен, стопроцентный лен, но он очень нежный, мягкий, не колючий, как будто в составе есть хлопок или вискоза дополнительно, но это чистый стопроцентный лен. Мягкая ткань, слегка просвечивает, поэтому если вы будете шить платье, то желательно его сшить на подкладке. Либо, например, я люблю надевать такое нижнее платье-комбинацию под просвечивающее верхнее платье. Тоже очень удобный вариант, потому что сшила одну комбинацию и носишь ее с разными платьями, с разными изделиями. Что могу сказать об этом лене? Он очень красиво сминается. Вообще мне нравится, как сминается лен. И после стирки часто лен приобретает такую слегка сжатую фактуру. И мне нравится это свойство. Я не стараюсь разгладить его до ровной поверхности, потому что лен мнется очень благородно, очень красиво. И даже в жакетах, кстати, вот из этого лена можно, например, сшить жакет в том числе. И, разумеется, вы его продублируете либо полностью, либо в определенных участках. И также запаковав это все подкладкой, получится прекрасный жакет. Можно сшить еще брючки, комфортные брючки или шорты на лето. Идеальнейший костюм. Ну а я хочу сшить из него платье, такое нижнее платье без рукавов, нечто вроде сарафана. И верхнюю накидку, что-то вроде абаи, широкой накидки. Следующий материал это плательная оливкового цвета, вискозная ткань с небольшим содержанием полиэстера в составе, около 20%. Что делает полиэстер? Он придает этой вискозной ткани необычную фактуру. Полотно становится таким объемным, держащим свою форму, но при этом мягким. То есть вы можете создавать какие-то драпировки, например, цветы, что-то такое объемное. Ткань будет держать свою форму, но при этом это вискоза. Этот материал кардинально отличается от штапеля, от классической вискозной ткани. Тем, что вот так красиво, мягко и слегка объемно драпируется. Сминается не очень сильно. Кстати, я намеренно не разглаживала ткани, полотна для того, чтобы вы смогли оценить степень сминаемости. Оставила полотна именно в таком состоянии. У этой ткани создается также эффект небольшой жатости или рельефности. И мне тоже нравится это свойство. Не хочу его сильно разглаживать для того, чтобы полностью выровнять, сделать ровным полотно. Такая легкая рябь образуется. Необычное плетение. Внутри, я так полагаю, есть микро тончайшие волокна того самого полиэстера. Из этого материала можно сшить, конечно же, платье, блузы. Можно сшить блузы, например, с расклешенными, расширенными рукавами. Подсобрать все это на манжету. Такие воротники, шарфики тоже будет смотреться красиво. Что еще могу сказать об этой ткани? Из нее можно сшить классный костюм, комплект. Это брючки или шорты. И верхняя часть блуза, например, в пижамном стиле. Тоже хороший вариант. И можно сшить юбки со сборкой. Потому что сборка будет очень красивой, слегка объемной. Такой деликатный. У этого материала есть небольшое сияние. Такое легкое, дорогое, я бы сказала, сияние. То есть оно не вычурное, не яркое. Как будто она немножко подсветена тканью изнутри. Да, создается такое ощущение. Очень красивый природный оливковый оттенок. Вообще все материалы практически будут сегодня природных цветов. Похоже, мне подсознательно хочется соединиться с природой. По сминаемости, если я сожму хорошенько участок в кулак и разожму, то я вижу заломы, разумеется, потому что это вискоза. И преимущественно полотно состоит из вискозы, что является натуральным, по сути, сырьем, натуральным полотном. Но эти сминаемости теряются в той самой фактуре, необычной фактуре ткани. Я говорила о легкой рябе, о легком рельефе по всему полотну. Вот так вот, этот рельеф скрывает сминаемость, поэтому можно шить с уверенностью и брюки, и юбки, и платья, и вообще даже жакеты. Вот посмотрите, какие мягкие формы создаются этой тканью. Здесь даже ничего делать не нужно. Она сама ложится таким образом. Поэтому, если вы искали полотно с похожими свойствами, то смело можете приобретать. Обязательно ссылки на все материалы оставлю в описании к этому видео. Следующее полотно практически состоит также из вискозы. На самом деле будет очень много вискозы, потому что этот материал я люблю наравне с натуральным шелком. Для меня это фактически тот же самый натуральный шелк, потому что они очень похожи по составу, по своим свойствам, по красоте, по эстетике и по комфорту самое главное. Вискозы — это искусственное сырье, которое добывается, скажем так, из целлюлозы, грубо говоря, из дерева. И фактически это натуральное сырье, поэтому я называю эту ткань натуральной. Но мне нравится вискозы намного больше, чем хлопок, потому что свойства хлопка и вискозы сильно отличаются. Хлопок зачастую больше такой формодержащий, более жесткий. Зависит, разумеется, от вида хлопка. Но хлопок, он более стабильный, более плотный, и сминаемость заметно намного больше, нежели в вискозе. Плюс у вискозы есть такое потрясающее качество, свойство — это разглаживаемость сминаний. К примеру, у вас помялось платье, но вам стоит немножко пройтись, особенно если климат влажный, погода влажная, то это платье расправится, разгладится прямо на вас, не нужно его снимать. Но вот с хлопком такого не произойдет. Хлопок как зафиксировал свое смятое-помятое состояние, таким он и останется до тех пор, пока вы его не поутюжите. Вискоза тоже сминается, вы можете заметить небольшие заломы, но эти заломы немного выпрямятся, если оставить ткань в таком состоянии повисеть или походить, или еще лучше, если вокруг будет небольшая влажность. Это я к тому, что вискоза более практичный, на мой взгляд, материал, но мне главным образом вискоза еще нравится своими свойствами, именно комфорта к телу и тем, что вискоза может быть разной. Вот этот материал беломолочного цвета имеет такое крэшевое плетение, как будто немножко сжатое, но это плетение очень структурированное, то есть это не какая-то хаотичная жадка. Здесь прослеживается мелкий рисунок, и вот такие полотна я очень люблю, крэшевые, потому что они практически не сминаются в процессе носки, но даже если сминаются, то это совсем незаметно. Вот эта фактура, рельефная крэшевая фактура, все скрывает, но при этом вы чувствуете себя максимально комфортно. В этом полотне 97% вискозы и 3% эластана, что позволяет материалу растягиваться, то есть вы можете из него сшить и платье, и брючки, и юбки, и жакеты те же самые. Из этого полотна я, скорее всего, также сошью сарафан, нижнее платье без рукавов и сверху накидку. В стиле кардигана, в стиле кимоно или абаи. Вообще в этом заказе будет несколько белых полотен и несколько оттенков зеленого цвета, потому что я люблю более естественные, природные, натуральные оттенки, поэтому в этой распаковке, к сожалению, вы не найдете чего-то экстра яркого, неоновых каких-то цветов. Но если, к примеру, вы не любитель естественных природных оттенков, то можете обращать внимание именно на свойства для того, чтобы выбрать правильно ткань. Кстати, эта ткань просвечивает не очень сильно. В целом, если вы любите изделие без подкладки, и вам не принципиален небольшой просвет, можно шить платье даже из белой ткани без подкладки. Я буду, опять-таки, надевать это платье с комбинацией, нижним платьем. Ну, а если, к примеру, сравнить с тем же штапелем популярной вискозной ткани, то эта ткань не намного плотнее, но по степени просвечиваемости она кажется более плотной. Этот материал я разложила по косой, не подалево, не вдоль кромки для того, чтобы вы могли увидеть те формы, которые создаются в силу свойств этого материала. Это вновь вискоза преимущественно, а именно на 80% она состоит из вискозы, и 20% полиэстера. И полиэстер создает свойства, во-первых, несминаемости. Вы можете заметить, что полотно практически не помято. Оно пережило транспортировку, плотную упаковку, и потом еще у меня лежало тоже на плоскости, я не развешивала ее. Но, тем не менее, полотно практически ровное, и сминаемость здесь незаметная. Я прямо сейчас сожму немножко материал в руке, и вы можете заметить, что вот эта сминаемость быстро расправилась и потерялась в фактуре этой ткани. Здесь тоже есть небольшой рельеф, вот такая видимость жадки, но нет яркого сжатого эффекта. Чем-то этот материал напоминает купра или купро, потому что имеет мягкую, бархатистую, очень приятную поверхность с обеих сторон. И здесь также формируются мягкие, объемные волны, поэтому, если вам нужна драпировка, или, например, вы хотите сшить платье по косой с объемными, не теряющими форму и не сминающимися качельками, то есть с радиальными драпировками, или что-то в таком стиле, объемные, те же самые блузы, или платье с широкими рукавами, подсобранные на манжету, или же юбки, также собранные на сборку. Будет выглядеть очень красиво. И из этой ткани прекрасно будет шить костюм, брюки идеально, юбка идеальна, можно шить смело жакет, жилетки, накидки, платья, рубашки, и, в общем, все, что вы любите носить, из этой ткани можно сшить. Цвет такой необычный, припыленный или приглушенно тепло-зеленый, прямо настоящий природный цвет, немножко даже напоминает такие хвойные оттенки. Следующий материал вновь белого цвета, и вновь вискоза, но все дело в свойствах, они очень сильно, все эти материалы отличаются друг от друга, практически ни одного повтора, именно по свойствам, поэтому стоит обратить внимание на этот момент, не обращайте внимания, главным образом, на цвет. Этот материал полупрозрачный, из него можно шить и платье, и блузы. Мне нравятся такие присборенные платья с фактурой, как будто бы это мелкая плессировка, но это скорее как раз-таки жадко. Материал так и называется. И в силу своей фактуры, а также небольшому проценту полиэстеровых волокна, вернее, эластановых волокон, всего лишь 3%, немного растягивается. Очень комфортная ткань. И это тот самый случай, когда вы получаете платье мечты, но с хорошим натуральным составом, в котором вам будет комфортно, в котором вы не будете чувствовать себя укутанный в какой-то пакет или полиэтилен в жару летом. Этот материал можно с комфортом носить при любой погоде, вообще абсолютно в любой градус. Из этого материала можно шить также шарфики, платочки, например, если вы любите головные уборы. Мне нравятся свойства этого материала. Возможно, в следующий раз я закажу такой материал именно для шарфа в комплект, потому что этот шарфик или платочек будет комфортным, мягким, но при этом он не будет спинаться. Свойства этого материала такие, что он уже, можно сказать, мятый, но он помет очень красиво, с эффектом плессировки мелкой, мелкой, аккуратной плессировки. Посмотрим, как этот материал будет располагаться по косой. для того, чтобы вы могли оценить свойства. Посмотрите, какие мягкие, очень аккуратные, деликатные, роскошные волны, качельки над грудью. Если вы любите такой силуэт, можно сделать, например, прилегание, то есть настоящее платье, комбинацию прилегающего силуэта. Очень красиво ложится материал как подолевой, так и по косой. Этот материал очень похож по свойствам на предыдущий, белый, сжаткой. Он тоже имеет сжатую, мелкую, напоминающую плессировку поверхность. Но этот материал состоит на 100% из вискозы. Просто мечта, потому что материал практически не сминается. Когда вы будете носить изделие из этой ткани, вы будете чувствовать себя максимально комфортно и при этом роскошно. Потому что даже если материал сомнется, то эти сминаемости, эти заломы просто теряются в фактуре ткани. Очень красивая фактура. Материал мягкий, обволакивающий, принимает форму красивую в силу своих свойств и красиво драпируется. Здесь нет вычурных объемов, то есть это не ткань для каких-то объемных изделий, где вы хотите подчеркнуть этот объем. Из этой ткани можно шить как прямые облегающего силуэта платья, так и широкие. Одинаково красиво будет смотреться, потому что вот эта вытянутая сборка, скажем так, плесировка, хочется ее именно плесировкой называть, вот эта вертикальная сжатка, именно вертикальные полоски, структурированные, они будто вытягивают силуэт, удлиняют его и при этом скрывают все лишнее. То есть это не тот материал, который покажет все рельефы одежды или белья, которые находятся под ним. И еще изделие из этой ткани можно надевать в целом и без подкладки. Я буду, скорее всего, вновь шить платье. Потянуло меня именно на платье и возможно, что буду носить его без подкладочной ткани, без комбинации. Повторюсь, состав здесь стопроцентная вискоза, прямо очень приятная, не скользкая, комфортная, мягкая ткань. Посмотрите, как она играется. Из этой ткани можно сшить и платье, и блузы, и сарафаны. Кстати, не только для себя, но и для детей, потому что состав прекрасный, свойства прекрасные, ткань практически не сминается, можно носить целый день. Можно сшить брючки, юбки, тоже идеальный вариант. Можно сшить костюмы в пижамном стиле, если вы такое любите. Любые накидки, рубашки. Для жакета она не уверена, что подойдет в силу своей фактуры, потому что все-таки жадка, вот эта плессировка, она по всему полотну, и материал достаточно сильно вытягивается. Посмотрим на небольшом отрезке. Он вытягивается не в полтора раза, чуть меньше, но тем не менее, растяжение есть. Хотя эластановых волокон здесь нет. Все дело вот в этой фактуре ткани. И очень красивый, глубокий, изумрудно-зеленый цвет. И мы близимся к финалу ткани, которой я обещала показать. Необычные фактуры и необычного внешнего вида. Первое полотно это сетка с вышивкой и пришитыми цветами. Фактурные, объемные цветы, пришиты только по центру, то есть они буквально свободные. И создается ощущение живости полотна, потому что эти цветы двигаются, они сгибаются. Очень красиво. Из этого полотна, эта сетка, можно сшить, например, платье. Прекрасный вариант. Или юбку. Например, юбку солнца, полусолнца, по косой, или даже со сборкой. Почему бы и нет? Ну, а я хочу из этого полотна сшить, не представляете, что, жакет. Широкий, возможно, оверсайз жакет со структурированным плечиками. Пока вижу это так. Попробуем реализовать эту идею, посмотрим, как получится. Но для того, чтобы это полотно заиграло немного поярче, я буду использовать, разумеется, подложку, потому что жакет не хочу делать прозрачным, хочу сделать его классическим, просто со вторым слоем. Сейчас покажу вам свою задумку. У меня есть приятная, плотная хлопковая ткань, 100% хлопок. Тоже я этот материал заказывала в магазине ткани на скидках. И вот из него, как раз таки из этого материала хочу сшить структурированный, формодержащий жакет. Вы можете заметить, как держит форму ткань. Она достаточно жесткая, плотная, но при этом с хорошим, я бы сказала, даже идеальным составом для жакета. И поверх основного слоя я планирую наложить ту самую сетку. Материал заиграл совершенно иначе, и таким образом можно влиять на внешний вид полотна, используя разную подложку. Если решусь реализовать эту задумку, то обязательно вам покажу. Возможно, поделюсь и процессом, не только результатом. Волшебная ткань идеальна для выпускных, для каких-то торжеств, для свадьбы, для праздников, в общем, для каких-то знаменательных событий, ну или просто на каждый день. Я планирую носить этот жакет каждый день для создания хорошего настроения. И вишенка на торте нашего обзора это, конечно же, мой любимый твид, как без него. Я большой фанат твида, твида в стиле Шанель. У меня огромная коллекция этих жакетов. Также в нашей школе вы можете пройти курс по пошивам жакетов в стиле Шанель в оригинальной, кутюрной, современной технологии, создать для себя настоящий люкс своими руками. И я заказала твит для будущего жакета, жакета в стиле Шанель. Заказала в большом количестве, потому что мне хочется создать такой фэмили-лук, сшить жакет в одном стиле для себя и для своей маленькой дочки. Каждый раз, когда она видит, что я шью для себя новый твидовый жакет, она тоже просит сшить для нее. Так вот, этот день похожий настал. Мы наденем одинаковые жакеты из твида. Твид очень сложный. Сдалека он может показаться меланжевым, с очень сложным оттенком, но если приглядеться поближе, то невозможно оторваться, потому что плетение очень интересно, сочетание нитей такое разнообразное, необычное, и хочется рассматривать и рассматривать. В основе тонкие и немного редкие волокна персикового оттенка, такого розового персикового оттенка, и через эти тонкие нити проходят более плотные, достаточно яркие нити лавандового цвета, и немножко добавляется розовый, а также кофейный оттенок. Ну и куда же без небольшого праздника, без люрексовых нитей. Эти люрексовые нити потрясающе смотрятся на солнце, особенно на закатном солнце, ткань сияет, к ней хочется прикасаться и хочется рассматривать. И поскольку твид имеет в составе хлопок, этот жакет можно будет носить и зимой, и весной, и летом, и осенью, на летние вечерние прогулки будет просто идеально. И посмотрите, какой будет подкладка изнутри жакета. Мне подобрали идеальную подкладку в магазине ткани на скидках, просто идеальнейшего варианта, мне кажется, быть не может. Этот цвет подкладки того же тона, что и фактурные лавандовые нити на полотне. и, конечно, моя самая любимая подкладка стопроцентная вискоза. Посмотрите, какое благородное, деликатное сияние на лицевой стороне подкладки. Если вы не любите сияние, то можно использовать оборотную сторону. Они обе прекрасны, их можно использовать, то есть все на ваше усмотрение. Я, скорее всего, буду использовать сияющую, хотя мне более матовую тоже очень нравится. Плотная, мягкая, приятная подкладочная ткань. Ее даже хочется использовать для пошива платьев, потому что настолько она красивая и настолько качественная. А вообще, раньше жакеты Шанель сшили, используя подкладку не только в качестве подкладки жакета, но и для пошива блузы или платья, то есть нижнего слоя. Мне кажется, это тот самый вариант, когда можно использовать материал в качестве нижнего слоя и подкладочного слоя. Вот такая идея сейчас пришла. Скорее всего, именно так я и поступлю, потому что сочетание просто идеальнейшее. Кстати, такая комбинация в оригинальном жакетах Шанель использовалась, потому что подкладка не полиэстер, а не синтетика, а шелк. Но, как я уже сказала, для меня вискоза и натуральный шелк это примерно одно и то же. я их одинаково люблю, поэтому если подкладка качественная, плотная, красивая и приятная к телу, то, на мой взгляд, вполне возможно использовать ее и для нижнего слоя и надевать поверх жакет. Кстати, они будут между собой прекрасно играться, то есть слой нижний слой блузы или платья и слой подкладки будут буквально скользить и, мне кажется, в таком сочетании, в такой комбинации будет максимально комфортно и будет чувствовать себя легко и женственно. Твид достаточно плотный, комфортная плотность, я бы сказала, но главным образом эта плотность позволяет вам шить не только жакеты, но и платье сарафаны. Сарафаны тоже здорово смотрятся любой длины, например, надев футболку снизу или лонгслив или водолазку. Ткань не сильно рыхлая, но при этом пластичная, поэтому можно шить и юбки и даже брюки. Вот так завершаем с твидовым материалом в твидовом жакете. Это все ткани, которые были в моем заказе. Все, что я вам хотела показать. Надеюсь, эта подборка вас вдохновила. Надеюсь, вам что-то понравилось. Ну что ж, я отправляюсь шить наряды из новых тканей, а вас попрошу оставить комментарий под этим видео, на какие темы вы хотели бы увидеть следующие выпуски. Мы возвращаемся к регулярным публикациям на YouTube. Сделали небольшой перерыв, потому что усиленно работали над новым курсом, о котором совсем скоро я смогу рассказать. Поэтому пишите все ваши пожелания и темы в следующих выпусках, комментариях я буду ждать и все-все прочитаю. Желаю вам хорошего дня и до встречи в следующих видео. ПОДПИШИСЬ!